Хай! Желаю успехов тебе, Максим Вехал. Итак, вчера у меня была депрессия. Не знаю, что она вдруг возникла. Может из-за того, что я жаловался или... Вообще-то я общался с одним очень неприятным человеком. И он поступил, честно говоря, не как друг. Вот. Ну да, он типа говорит, что он психолог, психолог. Какой он нахуй психолог, блядь? Был бы он психологом, и он бы, блин, ездил бы на Порше нахер, блин. Я знаю в Харькове и психологи профессиональные, которые действительно достигли высоты, ездят на машинах дорогих Порше и живут своей жизнью. А то, блин, рассказывают там, учился там, блин, на этого, блин, как его, на психолога, работает вообще там что-то, программистом, дизайнером, блядь. Хе-хе. И говорит, что, типа, ему рейнджровера хватает. Хе-хе-хе. Если б тебе, чувак, хватало рейнджровера, ты бы, блядь, нанял бы людей, которые на тебя работают. А ты занимался бы своим любимым делом. А ты, блин, я уверен, так живёшь. Сам ищешь работу как менеджер, как фрилансер на Винете. Потом делаешь заказы, потом гуляешь. И так постоянно, то есть, как белка в колесе. Хе-хе-хе. Вот и всё. Так что, нехер мне тут рассказывать. Рейнджровер у него, блядь. Какой там, нахуй, рейнджровер? Запорожец горбатый, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Рассказывает тут сказки, а? Выдумал, блин. Вот, кстати, моя музычка играет. Издал уже на четырёх лейблах. Вот. Так что, нехуй мне тут рассказывать сказки про это самое. Психолога, блин. Сам работает не по профессии. Я знаю, что такое. Я изучаю предпринимательский миф. Сам был предпринимателем. И сам я, по идее, предприниматель. То есть, у меня свой YouTube-канал. Да, я знаю, что такое. Я занимаюсь своим делом. У меня, да, не хватает времени. Я сейчас с удовольствием нанял бы себе. И, то есть, я, например, сам в виде оператора. Кто-то бы мне монтировал под моим руководством. Монтажом занимался. Дел бы мне дизайн. Сводил бы всё под моим чётким руководством. Для этого нужны идейные люди. Идейные люди. Как вот, знаете, сейчас капитализм. Любят принимать на работу молодёжь. Глупую, которая там идейная. Будет за идею работать. Деньги им не нужны. Им нужна молодёжь. Их всегда легко сменить. Они висят у папы, у мамы на шее. Деньги им не нужны. Они там по приколу работают. Ха-ха-ха. Лохи, блин. Вот. Так. Ну что. Мотивация при приступах депрессии. Вот. То есть, получается, почему возникла у меня эта депрессия? Потому что, когда идёшь по пути самообразования к успеху, то это похоже чем-то на путь, когда ты карабкаешься, когда ты сам идёшь, когда ты карабкаешься как альпинист по скале. Вот. И чем выше, тем круче. Чем выше, тем круче и опаснее. Вот. И когда вот ты устаёшь, это вот депрессия есть. То есть, начинается, ты не сможешь. Мосте начинает гореть. Начинаешь там отвлекаться. Кто-то там снизу орёт, типа, ты не сможешь, ты неудачник. Ты там это, у тебя там, ты ж не так, надо вот так, надо это. Надо фокусироваться и найти на скале какое-нибудь местечко, где можно спокойно передохнуть и подниматься дальше, подниматься дальше, дальше и дальше. Выше и выше, выше и выше. И не обращайте на кого внимания. И самая главная мотивация, что если ты не будешь подниматься и не будешь держаться, то ты сдохнешь, ты срывёшься и сдохнешь. Вот. Вот. Вот это мотивация. Ты сдохнешь. Ты скоро сдохнешь. Вот это мотивация при приступах депрессии. Ты скоро сдохнешь. Вот какая мотивация должна быть. Поняли? Всё. Желаю тебе успехов, Макс Вехов. Подписывайся на мой канал. У меня море позитива, море мотивации, музычка. То есть я бренд. Да. Я показываю на своём канале музыку, которую я сочиняю. Фото, видео. Я разносторонняя личность. Да. Ну, главное на моём канале музыка. То есть, получается, ролики я снимаю под свою музыку. Рассказываю. Видеообращения всякие. Всякие интересные. Блин, всё. В голове каша немножко. Это самое. Видеоклипы снимаю под свою музыку. Фотогалереи под свою музыку. И мне клипы снимаю уже под свою музыку. И мне насрать, что там вы там пишите. Вы сами чего достигли-то, а? Лохи, блин. Пока-пока.